В этом уроке мы рассмотрим принцип адресации ячеек в программе Microsoft Excel, научимся различать понятия курсор и указатель мыши, а также научимся перемещаться по листу программы. Снова обратимся к рабочей области книги Excel. Она состоит из ячеек. У каждой ячейки есть свой адрес. Адрес ячейки состоит из названия столбца и названия строки, в которых расположена эта ячейка. Щелкните левой кнопкой мышки по любой ячейке на листе. Мы сразу видим, что эта ячейка находится в столбце D в восьмой строчке. То есть адрес этой ячейки D8. В верхнем левом углу экрана есть специальное поле, которое называется адресная ячейка. Здесь мы можем прочитать адрес той ячейки, по которой мы только что щелкнули мышкой. Когда мы щелкаем мышкой по какой-то ячейке, то эта ячейка становится активной или текущей. Она сразу будет обрамлена черной рамкой. Поэтому можно сказать, что в адресной ячейке указан адрес активной ячейки. Когда мы щелкаем мышкой на другую ячейку, здесь сразу же указывается другой адрес. Эта черная рамка в Excel вокруг ячейки называется курсор. Щелкнуть левой кнопкой мышки по ячейке значит установить курсор на эту ячейку. Например, установить курсор на ячейку D2 означает щелкнуть левой кнопкой мышки по ячейке D2. Перемещать курсор можно не только с помощью мышки. Можно это делать с помощью стрелок управления курсором на клавиатуре. Вправо, вниз, влево, вверх. Здесь также есть два понятия. Одно понятие – это курсор. Например, я сейчас могу перемещать курсор с помощью стрелок управления курсором. Второе понятие – это указатель мыши. Это значок, который сейчас движется по экрану при движении мышки. Указатель мыши может выглядеть по-разному. Мы позже обратимся к внешнему виду указателя мыши. Рассмотрим способы перемещения по листу в программе Microsoft Excel. Первый способ – с помощью полос прокрутки. Найдите справа и внизу полосы прокрутки. Можно действовать с помощью левой кнопки мышки двигать прямоугольник, либо нажимать на стрелочку вниз или стрелочку вверх. Видите, что при этом у нас меняются номера строк. То есть сейчас мы спустились вниз по листу Excel. Можем также передвинуться вправо. Сейчас у нас меняются названия столбцов. Обратите внимание, что когда алфавит закончился, столбцы продолжаются и называются уже двумя буквами алфавита. Можно также перемещаться с помощью клавиатуры. Например, сочетание клавиш Ctrl и курсорная стрелка вниз позволяют нам перейти в самый низ страницы Excel. Ctrl вниз. Мы оказались на самой последней строчке документа. Номер этой строчки 65536. Чтобы вернуться обратно, можно нажать сочетание клавиш Ctrl и курсорная стрелка вверх. Клавишу Ctrl нужно нажать и держать. И в этот момент нажать клавишу вверх. Потом отпустить клавишу Ctrl. Мы вернулись к первой строчке книги Excel. Сочетание клавиш Ctrl вправо позволяет уйти в правую часть документа. Ctrl и стрелка влево вернет нас обратно. Из любой точки документа можно вернуться в ячейку А1. Для этого нужно нажать сочетание клавиш Ctrl, Home. Это сочетание клавиш возвращает нас в ячейку А1. То есть в верхний левый угол листа. В этом уроке мы рассмотрели принципы адресации, а также способы перемещения по листу в программе Microsoft Excel.